Вчера в торговых точках Наринмара наблюдались большие очереди. Население вслед за другими регионами стало запасаться продуктами питания впрок. Делать это не рекомендуется. Продовольствия в Ниньском округе предостаточно. Тему продолжит Наталья Дуркина. Не знаю, вот иду. Вчера было достаточно. Я вчера только хлеб купила половинку. С осторожностью, но в панике пока не стоит разводить. Я еще не зашла в магазин, но, наверное, да, думаю, что пока до нас не дошло, нужно закупаться массово. Я ничего не паникую. Спокойно мы живем, гуляем, обычный образ жизни ведем. Не скупаем ничего. Ну, просто стараемся. Понятно, что мы куда не ходим-то. Ну, в школу у меня старший сын не ходит, этот у меня сидит дома. Младшая девочка тоже дома сидит. И все, а так ничего такого особенного. Да мне кажется, там, ну, больше надуман, если честно. По информации заместителя руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Михаила Фирина, на сегодняшний день в Ниньицком округе 245 торговых точек, которые полностью укомплектованы продукцией на 51 день. Рост цен не зафиксирован. Совершенно спокойно можно наполнять свои холодильники, не делать суету, а просто покупать то, что вам необходимо. Продукция есть, ее достаточно. При необходимости она будет завезена. В том числе государство в лице округа поддерживает нашу торговлю. И у нас запланировано по программе 178 миллионов на поддержку торговли. Это доставка. Мы все это соблюдаем и все им выплачиваем. Был проверен список товаров первой необходимости, состоящий из 47 наименований, из которых 32 продовольственные товары, 15 – непродовольственные. Сюда вошли молоко, колбаса, консервы, вода питьевая, хлеб, мясо, масло, крупы, макаронные изделия, картофель, сахар, соль, яйца, детские смеси, а также антисептики, салфетки и так далее. Масса округа небольшая. У нас есть акционерное общество мясопродуктов, которое в этом году заготовило более 1000 тонн оленины. То есть мы уже оленины на весь год обеспечены. У нас есть несколько акционеров общества немецкой агропромышленной компании, которая добывает молоко, очень хорошо перерабатывает его и для детских садов делает питание, и обеспечивает детские сады. У нас в населенных пунктах есть муниципальные предприятия, которые занимаются молоком, у нас есть хлебозавод, у нас есть потребительское общество, которое доставляет продукты, у нас есть хлебозавод. То есть в принципе мы сами себя обеспечиваем, у нас все есть. Я уж не говорю про рыбалку и так далее. В целом ситуация на потребительском рынке стабильная. Отсутствие товара в первой необходимости не обнаружено. Примерно как в новогодние праздники. Ну есть небольшой, но не такого что. У нас как бы хватает. Продукты есть, завозят. На складе тоже хватает пока продукции. Полки, как видите, не пустые. Так что приходите. Что касается аптек, то сегодня в них отсутствуют маски. Это проблема. Она касается всей территории Российской Федерации. Сегодня было ВКС с федеральным штабом по коронавирусу, где министр промышленности и торговли. Они приступают к изготовлению масок марлевых. И в ближайшее время ожидаем их поступления в несколько округов в аптечную сеть. Что касается медицинских организаций, то у нас неснижаемый запас двухмесячный создан в медицинских организациях масок. Но мы в первую очередь должны оберегать врачей, которые оказывают медицинскую помощь. Данный запас существует для медработников. Добавлю, производители округа обеспечены сырьем для бесперебойной работы предприятий вплоть до морской навигации.